Золушка – спектакль, который не простой орешек, а очень даже крепкий, потому что и музыка непростая, и сюжет уже много раз использованный, и, конечно, балетмейстеры, которые снова и снова обращаются к Золушке, хотят что-то сделать свое. В Белорусском театре, поскольку я уже видел спектакль, вот интересная такая задача, задумка. Туфельки Золушки дарит не фея, а скорее ее две ученицы, которые даже практически забывают вовремя эти туфельки вручить героине, а по указанию феи они устремляются в догонку за Золушкой, которая уже в карете, уже уехала на бал. Так что, в общем, на ноге Золушки мы туфельку не увидим. Но тут спектакль так и решается, что сюжет не ломается, но туфелька все равно играет важную роль в том, чтобы Золушка была опознана именно по туфельке принцам. Так что в этом спектакле тоже есть какие-то неожиданности, загадки, что-то, наверное, с чем-то зритель согласится, с чем-то может поспорить. Но спектакль яркий получился, интересный, динамичный, в двух актах, в отличие от тех, которые трехактные были, такие более тяжеловесные, так скажем. Так что вот я думаю, что и дети, и взрослые, и семейный просмотр тут гарантирован. Любая премьера в театре – это большая радость как и для зрителя, так и для артистов, так как каждая премьера дает новые образы в копилку каждого исполнителя, которых зритель видит на сцене Большого театра. Спектакль «Золушка» получился по-настоящему детским, волшебным, добрым. Он, как зритель, который вот ходил вчера на спектакль, очень остался теплые воспоминания после спектакля, очень рад, что попал на этот спектакль. Сейчас я наблюдаю за ребятами, своими коллегами, тоже получаю от этого удовольствие, как от исполнения, так и от самого целостности спектакля, от декорации, от музыки. Так что ждем большой. Сама партия у меня «Принца». Он достаточно интересный персонаж, так как нужно пережить его влюбленность, расстроенность, что он потерял свою любовь, и потом ее в итоге найти, и понять, что это любовь его всей жизни. Это очень здорово. Моменты, которых просил балетмейстер, были все, в принципе, исполнены. Все равно нельзя исполнить всю партию, безусловно, чисто и безукоризненно. Все равно будут желания балетмейстеров. И мы, как артисты, ищем каждый раз что-то новое, чтобы не останавливаться на одном месте, развиваться. Так что любой спектакль будет отличаться от прежнего, от предыдущего. Большой театр Беларуси завершает свой сезон таким замечательным спектаклем. Волшебная сказка «Их золнышко» на музыку Прокофьева. Это большой подарок детям и их родителям. И полный зал – это свидетельство того, насколько интерес к сказке, к музыке прекрасной, к балетке, к опере. В Большом театре Беларуси он в любое месяц, в течение года всегда огромен. Несмотря на то, что сегодня очень тепло, все могли поехать на дачу, за город, на море, но все сейчас в Большом театре Беларуси. Труппа великолепная, сказка волшебная, добро побеждает зло. И поэтому, конечно, ждем в следующем сезоне всех на эту замечательную сказку. И, конечно, на спектакли и концерты оперы также. Продолжение следует...